Мисс студенчества в Анапе. Главная особенность этого года в числе организаторов конкурса теперь выступает Совет молодых депутатов нашего города. За звание самой умной, красивой и талантливой представительницы студенчества боролись четыре девушки. Конкурс состоял из нескольких этапов. Один из них – импровизация. Ведущий предлагает самые неожиданные ситуации, из которых конкурсантки должны найти достойный выход. Я когда спросил, у тебя будет ли полный зал, я сказал, что сзади не будет никого. Ну, я не знаю. Молодой человек, можете себе мешать, я смотрю мелодраму. Молодой человек, а вы думаете, вы нам? Мешайте. Ноги, пожалуйста, убейте с моего молодого человека. Пожалуйста. Участницы представили видеозарисовки на тему «Мои добрые дела» и показали творческие номера. Особый интерес у зрителей вызвал конкурс дефиле. Конкурсантки должны были не только показать умение держаться на подиуме, костюм для выступления они также должны были сделать своими руками. Это обязательное условие конкурса. Оригинальным оказался подход студентки Дарьи Усовой. Ее вечернее платье – это симбиоз бумаги и одноразовых столовых приборов. Ну, так как я занимаюсь в театральной студии, у нас есть свой дизайнер. Она мне подсказала идею, мы подумали, почему бы не сделать из ложек. Даже мой девиз – хочешь есть – сядь, покушай. Вот мы и придумали сделать из ложек. Компетентным жюри было очень сложно определиться с выбором победительницы. Практически все участницы шли по баллам вровень. Все девочки шикарные, все победительницы сегодня. В разных комбинациях кто-то лучше, кто-то хуже. Но симпатия, конечно, и как говорит человек-профессионал, есть с чем усмениться, дальше развиваться, на разные уровни, выше уровня и проходить. Показали девочки себя очень хорошо. Так же, как показали себя хорошо организаторы конкурса. Все четко, без заминок. Конечно же, Сочинский государственный университет, выпускником которого я являюсь, показал себя в очередной раз на высоте. Победительница очаровала многих. А лучшей стала студентка Марухина Кристина. Именно ей и была вручена диадема-победительница. Мы к конкурсу готовились с университетом месяц, плюс еще задержали на неделю, поэтому дальше продолжилась подготовка. Ну, ожидала я, конечно, такого же, но то, что я победила, это, конечно, очень классно. Я очень рада. Всем студентам были вручены дипломы и подарки. Но, пожалуй, самый главный подарок для всех них – это эмоции болельщиков, которые пришли сегодня поддержать своих студенток. Руслан Душевский, Анапа-регион.